Факты в лицах на Тагил ТВ. Развитие общественного транспорта в нашем городе. Мы сегодня поговорим в нашей студии с директором муниципального предприятия Тагильский трамвай Игорем Темновым. Добрый день. Добрый день. Игорь Анатольевич. Ну, конечно, хочется, чтобы наш транспорт общественный развивался и не был в некой стагнации. Предлагаю начать разговор с автобусов, поскольку появились буквально квартал назад, вышли на маршруты, три месяца отработали. Ну, и вот хотелось бы узнать результаты деятельности за эти три месяца. У нас 15 маршрутов автобусных в вашем ведении. Как оно все устаканилось? Ну, да, так получилось, что мы еще стали владельцами муниципальных автобусов. Сегодня у нас на балансе 57 единиц транспорта. С 1 марта предприятие начало деятельность по перевозке. По муниципальной перевозке. Вот. И, конечно, первый месяц у нас был такой наезженный. Там было еще не 15 маршрутов. Мы перевезли почти 150 тысяч человек. Ну, уже какой-то... Это первая цифра была, наверное, которую мы как-то получили, да, то есть, от которой как-то отталкивались. Какой-то как результат, будем так говорить, да. После работы двух месяцев это уже было почти 300 тысяч. То есть, 290. Вот. С учетом, вот сейчас май уже закончился, мы посчитали, 350. Ну, то есть, идет все вперед. Ну, конечно, это с учетом... В мае 350 тысяч. Да, 350 тысяч, да, перевезли. Ну, конечно, с учетом того, что мы регулярно добавляем автобусы на линию, это в связи с тем, что приходят на работу люди. И сколько сейчас автобусов выходит ежедневно? Сегодня ежедневный выпуск. Это у нас 38 единиц. Вот. Вот по 15 маршрутам. А сбои в расписании? Вы же тоже выпускаете, как и трамваи, автобусы на муниципальные маршруты. И по расписанию как вот чувствуется? Ну, нормально автобусы, как за новое автобусы, да, сбоев особых не дают, да. Да, ну, как я думаю, и во всех транспортных предприятиях бывают различные, скажем так, нештатные ситуации, когда что-то происходит, да, колесо проткнул, да. Для этого весь и резерв, который моментально пытаемся как бы заменить технику, как и трамваи, тоже у нас только здесь немножко по-другому, да. Да, у нас пока все не соберет. То есть маршрут как бы у нас не получается, выразумею, пока не сцепится, да. А здесь как бы в спокойном порядке. Вот имеется в виду еще сбои в расписании, может быть, из-за трафика, который на городских маршрутах. Удалось ли вот расписание уложить так, чтобы... Сегодня основная проблема, да, есть сбои в расписании, это там, где у нас идет в районе улицы, какая там Корсная... Это там, где, получается, объезжает у нас сегодня Серовский эстрах, где у нас мост, да, вот этот, ну, проводится ремонт. Вот здесь у нас получается, что есть перебой, да, вот именно вот этих в четырех маршрутах, где мы участвуем, как бы, это есть такое. Ну, с пониманием все относятся, тут уж в лотах ничем не зависит, как бы, да. Вот это есть такое. А какова заполняемость салонов? Чувствуется ли разница между маршрутами? Ну, я вам уже, как бы, сказал, да, она будет сейчас, я думаю, все равно регулярно и добавляться, как бы, с учетом того, что мы делаем ставку на исполнение, жесткое исполнение расписания, с учетом того, что мы согласовали с администрацией города. Вот, и, я думаю, человек, который уже привык к этому рейсу, как бы, это он все равно будет и подходить, и будем стараться его удовлетворять. Вот, если какие-то у нас будут изменения в расписании, это уже, а они будут в любом случае, если мы будем увеличивать транспортную работу, то есть, соответственно, сокращать интервалы между поездами, между единицами, да. Вот, соответственно, как бы, это будет уменьшаться, ну, и, соответственно, расписание будет меняться. Мы это все выкладываем у себя на страничке ВКонтакте, как бы, если какие-то изменения у нас, допустим, проходят, какие-то есть срочные моменты, да, вот, автобус сломался, да, ну, как у нас на трамвае тоже, мысли у нас что-то происходит на линии, у нас центральный диспетчер моментально выкладывает на сеть для того, чтобы, ну, люди понимали, как бы, есть проблема какая-то. Ну, вот, вчера буквально примеры живой жизни, что называется, на вагоностроителей, ну, вот, поскольку ближе, что называется, родная вагонка, увидел друг за другом, вернее, сначала шел коммерческий автобус из города, видимо, а потом дальше 61-й и 65-й, да, два вот этих ваших, может, муниципальных маршрута, автобусы полные были. Ну, я, наверное, может, и это был и час пик, да, но все равно. Ну, вообще, часа три еще не такой час пик. Ну, это час пик, и это люди, когда едут тоже на работу, во вторую смену, будем так говорить, это мы считаем пиковое время, если мы говорим про 15 часов, но начинается у нас с 14 часов, начинается, как бы, это, и если мы говорим про вашу любимую вагонку, про нашу любимую вагонку, да, то на сегодняшний день, да, в Дзержинском районе, как бы, у нас тоже есть размен вагонов, когда утренний и вечерний пик обслуживают двойной подвижной состав, да, между... Да, и здесь, я думаю, немножко по-другому, конечно, в автобусах, да, но я имею в виду пиковременно, в любом случае, по наполняемости примерно одинаково. Время добавляете количество или уменьшаете интервал количество автобусов? На автобусах пока у нас все, оно есть, пока жестко исполняем вот это расписание. Подобран ли полноценный штат водителей и механиков? Да, у нас на сегодняшний день, да, есть дефицит по водителям, это на порядке, наверное, 15 процентов, есть такой необходимый штат, скажем, только основных работников, это и механики на выпуске, это и основные механики, как бы, это у нас вроде как бы укомплектовали, вот здесь у нас вопросов нет, вот, ну, пока вопросы, как бы, что касается штатного расписания... Развивать дополнительные рельсы пока не получится, да? Мы почему и говорим, что мы увеличиваем транспортную работу регулярно, да, то есть это только потому, что люди приходят, люди приходят, мы рассматриваем, как бы, согласуем с администрацией города этот вопрос, куда добавляем, меняем расписание, поехали. Где паркуются и обслуживаются сейчас автобусы? Говорили, что какой-то парк должен быть? Да, на сегодняшний день мы фрахтуемся, как говорится, на собственной площадке Тагильского трамвая на Кулибино, вот, ну, я думаю, ближайшие, мне кажется, вот этой недели мы должны переехать на Восточное шоссе, это бывший попад, там, с помощью, конечно, администрации города нашли площадку, которая, ну, в свое время и выполняла роль, да, автобусного предприятия, да, все это будет там выглядеть. Ну, это на Восточном шоссе, да. Восточном шоссе, да. На некоторых маршрутах у вас была введена предоплата за проезд, обычно, как мы привыкли в автобусах, это на выходе оплата водителю, вот в данном случае, что говорят ваши водители, будет ли предоплата на всех маршрутах? Ну, в каком-то, на каких-то маршрутах, конечно, это и людям нравится, и, я думаю, что и водителю, когда правильно все это было, и время есть на это все делать, да. А если мы говорим по маршрутах, которые там, ну, с высоким пассажиропотоком, там, конечно, надо немножко по-другому работать, как работали. Ну, вот, коли мы говорили с вами об оплате за проезд, в муниципальных автобусах есть и безналичная форма оплаты, какую форму предпочитают сами пассажиры, безнал или нал? Начинали по автобусам. Потому что были много жалоб, кстати, и на электрические автобусы. В том числе, да, поэтому, я помню ваш вопрос, да, мы сразу же зашли с первого марта с работы с безналичным расчетом, как бы, вот, тоже первый, наверное, месяц, ну, первая неделя, нет, две недели, это у нас было 10-12% как бы от перевезенных пассажиров, да, если мы говорим про безналичную. Сейчас эта цифра составляет 37-39, ну, до 40%, скажем так, уже почти дотянули. Вот, я думаю, она будет увеличиваться, потому что на сегодняшний день безнал все больше и больше заходит, как говорится, с любимыми гаджетами, с любыми карточками, как бы, ну, в жизнь нашу. Ну, вот, кстати, если сравнить с трамваем, как там по оплате, нал, безнал? В трамвае тоже примерно так же, как бы, у нас, ну, там немножко больше, там, и даже 50% есть. То есть, там привычные уже люди знают, и, кстати, давайте теперь о трамваях поговорим. В прошлые годы был отмечен рост пассажиропотока и даже превышение пассажиропотока в трамваях над автобусными перевозками. Какие показатели сейчас? Ну, первый по квартал показал рост, да, перевозки пассажиропотока, это где-то уже 9%, как бы, это мы точно знаем, уже у нас цифра известная. Ну, мы тоже, как бы, везде показываем, рассказываем про это все, да, что будет дальше, будем смотреть. Но пока видим рост. Ну, наверное, этому способствуют и более-менее трамваи современные. Ну, на сегодняшний день, да, можно сказать, конечно, большое спасибо администрации города Нижний Закил, там, губернатору Свердловской области, да, что, он так говорит, внимание нашему городу, да, оказали тем, что у нас вот по программе «Свежий воздух» число 12 вагонов последние, как бы, два года. Да, 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 и до этого, как бы, хорошо, как бы, заходили с тех перевооружениями, именно по подвижному составу, поэтому, будем так говорить, там, грех, как говорится, это, плакаться кому-то, ну, и я думаю, что многие сейчас привыкли видеть новые вагоны, будем так говорить, свежие вагоны, да, если я раньше тоже так же у вас в студии говорил, что мы давали выбег и старым вагонам, тем, которые у нас вот в 80-е годы, это Ушкатавский вагоностроительный завод, который выпускал. Сейчас мы уже, ну, про них речи не уйдем, да, как говорится, вообще, потому что у нас и выпуска хватает, и на новых вагонах, да, ну, и, будем так говорить, комфорт езды в этих вагонах. Кстати, вот что про 400 и 400, имеем в виду 400, это те, которые 401, 2, вот последние 12 вагонов, а те три предыдущие вагона, вот 201, 202, ходят, пользуются? Вагоны ходят, да, но есть у них там небольшие вопросы. Они, да, остановка движения была. Да, несколько раз есть такое, завод, как бы, не снимает сильной ответственности за эти простоя, как бы, это, и постоянно реагируют на эти все замечания, которые мы им выставляем. То есть, причем, коллеги, скажем так, с Уралтрансмарша, да, оперативно при нем приезжают и устраняют все замечания. Кстати, вот по водителям автобусов вопрос был и подобный, по водителям трамваям, подготовка проводится на водителей, хватает? Конец апреля, середина апреля мы все, выпустили полноценную группу, у нас отучилось 9 человек, сейчас уже наши полноценные коллеги, вам так говорить, которые уже самостоятельно работают на вагонах. Сейчас за лето начинаем сбор, будем так говорить, анкет, кто желает выучиться на профессию водителя трамвая. Поэтому я пользуюсь, наверное, случаем, тоже всех приглашаю желающих получить профессию водителя трамвая, да, кто-то предприятие берет на себя, то есть, и обучение, как бы, и пока человек учится, то будет и стипендия, соответственно, как бы, вот, ну, и welcome в наш коллектив. Да, добро пожаловать. Так, ну и следующий вопрос, следовательно, из всего этого намечены ли работы, какая-то провелактика ремонта на трамвайной инфраструктуре зимней, к зиме техникой, готовится нет спецтехника? Да, обязательно, как бы, мы ежегодный бюджет закладываем деньги, да, на поддержание нашей инфраструктуры, как бы, да, в технически исправном состоянии, вот, запланированы большие работы по ремонту стыкового хозяйства, как бы, ну, это бедовая наша тема, да, порядка, там, 400 стыков мы должны за этот год отремонтировать. Сейчас мы уже подходим, наверное, к двум третям, потому что у нас все вопросы, которые возникают именно с аварийностью этих моментов, это у нас вопрос после, ну, уже весенних вот этого, весенних качелей вот этих, когда грунт гуляет, как бы, и мы все это дело пытаемся устранить уже, ну, к июню, к июлю, а здесь уже, как бы, планомерная работа, где у нас не так аварийно, мы уже дальше смотрим. Например, какие-то участки, где больше денег стоит? Восточное шоссе у нас достаточно большой объем работы, это у нас в Гальяно-Горбуновске большой объем работы, немаленький объем работы, это по ТГУ строю тоже, как бы, вопросов много, но их постараемся, как бы, закрываем. Собственно, вагоны готовите к зиме? Это что касается трамвайных путей, да, давайте уже закончим, наверное, эту тему, да, по инфраструктуре. Большая работа у нас запланирована на, по замене и подвески контактного провода, и замены самого контактного провода, это у нас и Ленина, и Ленинградский проспект, это у нас проспект Мирон, то есть тоже, как бы, порядка четырех километров мы должны за этот сезон поменять, успеть. Вот, у нас большие работы запланированы по замене стрелочных переводов, у нас, мы уже провели большую работу по замене трамвайных путей, рабочего кольца, это лесная улица, это в районе церкви, на конечном, в Держинском районе, да, то есть уже все, как бы, это, последние замеры, весенние замеры трамвайных путей показали, что пути находятся в крайне аварийном ситуации, ездить бы там просто уже не могли, поэтому мы закрыли его для себя, и первым приоритетом было только отремонтировать это рабочее кольцо для вагонов, вот. Ну и, собственно, по вагонам, да, были сложности у нас в этом году, да, и по отоплению салонов вагонов, сейчас мы немножко эту работу перестроили, как бы, да, и тоже ушли, скажем так, прогрешены. Ну и вот такой вопрос хочется спросить, пользуются ли популярностью экскурсии по городу, ну, в частности, ретро-вагоны, два ретро-вагона, которые к 300-летию городу область предоставила, подарили, как говорят. Ну вот, не поставить ли вдох. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Сегодня мы с Центром туризма в нашем достаточно отстроили правильную такую работу хорошую, как бы, по предоставлению услуг по экскурсиям, ну, и просто по перевозке, да, жителей нашего города на вагоны. Ретро-вагон – это у нас наша изюминка, как бы, вообще, как бы, в последнее время заходит, как на ура, и, я не знаю, можно сказать, наверное, фишкой мая месяца, это, наверное, все выпускники, вот так за несколько лет сложилось, что хотят прокатиться на трамвай, ну, не только даже ретро-трамвай, а на простом вагоне, как бы, последний звонок, как бы, у нас. Май расписан по минутам у нас вообще, для того, чтобы попасть в последнюю декаду мая на перевозку, на экскурсию, это надо в марте успеть записаться, это, вот, как бы, ну, вот, такой спрос. Перспективы на лето уже тоже видны, это экскурсия? Ну, летом немножко подпросядет, все, школу, лагеря, деревни, дачи, как бы, это все немножечко, как бы, это… Ветераны, например, тоже… Нет, я не говорю, что перевозки вообще, как бы, на ноль сходят, нет, экскурсии, они, как есть, так и будут, они в рабочем порядке, будем так говорить, кто захотел, тоже приглашаем всех, пожалуйста. Благодарю вас за участие в нашей программе о развитии общественного транспорта в Нижнем Тагиле, как трамвае, так автобусы, мы поговорили с директором муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» Игорем Темновым. Всего доброго, оставайтесь на Тагиле ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!